приветствую вас дорогие друзья сегодня 4 июля 2024 года я уверен что большинство из моих друзей их уже больше 500 тысяч человек из подписчиков поблагодарили как я просил бога за новый день жизни и он сегодня у вас будет счастливым во всяком случае я надеюсь на это и при случае помолюсь обязательно внимательно смотрю за тем что происходит мире потому что он очень нестабилен и главным образом из-за того что америка теряет свои позиции как лидера демократии по разным причинам недавно смотрел ну основная конечно из них это к сожалению старость разумного и так нужного украине президента байдена вот ну что делать старость конечно если президент падает ему никто не едет никого не может научить потому что никто не знает будет он завтра живые нет и конечно дебаты трампа с байденом это просто позорище он терял мысль и это просто одним издевательства я бы вот его жене посоветовал бы есть жена обамы могла бы она претендовать не думаю я что в таком состоянии он может выиграть но причина моего выступления не в этом я сегодня смотрел внимательно евроньюз и вот очередной как их называют библии дикий человек гражданин израиля работающие в торговом центре он получил там работу зарабатывал там минимум полторы тысячи долларов хотя его на его родине получали бы но 100 200 да и жили бы как не знаю да ну вы знаете как живут люди в постсоветских странах вот так бы и они но я понимаю зарезал бы он своего какого-нибудь начальника который украл его день зачем он зарезал человек зачем эта война сейчас идет между израилем и палестиной взяли перерезали горло младенца тысячи человек убили молодежи вот я гуляю здесь я сейчас в израиле гуляю по аллее вижу фотографии убитых они их развешивают на не знаю кто эти люди но какие-то активисты девушки ребята молодые которые убиты да ну украли людей ну часть из них разбрелись потому что там им израильтяне конечно да но я вижу как растет антисемизм как выступление главы оон некоторых других лидеров они порождают вражду с этим на мой взгляд но более спокойных людей я никогда своей жизни не видел израиле нет богаты нет кого ненавидеть да это не совсем демократическая сторона она на военном как бы положение потому что кругом вооруженные страны не хотят ее но это все библия вы можете прочесть но есть религия поэтому я всегда выступаю против религии потому что что придумывают религиозные деятели на голову не одеть да ну вот есть такое движение вот они хотят убивать и за это получает их семья деньги то есть их сначала правительство обборовывает они им не на что кормить детей ну вот одно время лично я знаю саддам хусейн раздавал 20 тысяч долларов каждому кто пойдет убьет неверного евреи или американцы не знаю кого они там неверными считают и вот что сейчас происходит да убил негодяй двух человек в торговом центре где работает он где работают его родственники сейчас конечно их оттуда по выгоняют сер и правильно сделать если отправят обратно в их страну чтобы они там жили мне так кажется я не знаю я только одну что жизнь человека самое дорогое что бог подарил миру земле и что нет умнее какой-то нации другой нации да есть просто фашизм неонацизм и он побеждает стран вы посмотрите что наделал macron во франции сейчас туда пришли но в основном не нацисты ну и саму францию он конечно успел превратить практически почти в арабскую страну потому что он не никак не реагировал на приезд диких людей ну я имею ввиду да конечно в основном из арабских стран поехали беженцы но они не способны выбирать демократические правительства они не мыслят демократическими категории ну хорошо вернемся к израилю вот осталось всего там несколько десятков заложников я уверен что каждый в палестине и вливание уже в других странах похожих да они знают где эти заложники но зачем вам умирать зачем зачем вы прячетесь больницы в том числе и в детских с пушками автоматами отдайте этих людей но они не понимают вон не понимает сам председатель я такого дурака честно говоря никак не видел как можно говорить о каком-то мире если ты не понимаешь ценность человеческой жизни что хочет еврейское правительство не хочет территории но хочет своей территории уже то что есть и другой не будет никто из стран как бы они ненавидели израиль в европе или америке не допустит того чтобы израиль ликвидировали уже даже с ядерным оружием потому что израиль как форпост он как страна которая не дает совершать многие теракты на территориях этих стран потому что разведка и они как бы решают многие вопросы за правительство стран европейские потому что там демократия там надо расследование долгое вести над убийцей и так далее здесь это быстро все знаю вон не знаю открыли благотворительную структуру которая кормит сегодня несчастных арабов в этих странах да они несчастны их надо жалеть надо помогать я не знаю чем я бы с удовольствием я бы туда боюсь ехать хоть я и не считаюсь евреем полными кошмар и он говорит да он открыл эту организацию бопор до которая строит туннели и перевозит оружие в израиль и туда сбрасывают деньги от разных государств которые финансируют оон но это нормально очень бред сумасшедшего ну да ладно я конечно должен был сказать что я разочарован выборами во франции разочарован тем что америка так упала в глазах других стран руководителей и финансово и ну как бы морально да когда судят сына президента но это ужасно такой стране где всегда был порядок и демократии вот это и есть суть моего выступления до демократия нам нужно демократии и первая проблема всех пост коммунистических стран это конечно борьба с коррупцией нельзя доводить свое население для того чтобы она шло на войну что касается украины да мы защищаем свою территорию от агрессора и мы воюем и слава тем воинам кто отдают свою жизнь за свою родину я не касаюсь этого вопрос тут справедливо эта война против агрессора против человека по фамилии путин который убил своей стране любые происки демократических всяких институтов и блогеров и все на свете не хочу об этом я не говорю об украине я говорю о том что жизнь человека бесценна убивать людей нельзя отдайте этих несчастных заложников они ничего вам плохого не сделали и прекращайте убийство я говорю сегодня как человек проживающий в израиль в украину пока по определенным причинам я пока просто ну мне уже 73 год я дождусь пока смогу приехать но мечтаю и конечно я скоро открою фонд и буду помогать людям это мое призвание я прошу этого у бога а вам желаю от бога получить как можно больше счастья и радости удачи друзья и обязательно позвоните своим родителям они ждут этого звонка всего вам доброго пока